Народная славянская радио Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжаю проводить семинары по городам нашей необъятной Родины И в декабре я планирую посетить два города Ростов-на-Дону и Москву Поэтому ростовчан и москвичей я приглашаю на свои семинары В одном информационном ролике Тема семинаров будет та же, что и предыдущие семинары То есть это погружение в прошлое Знание настоящего, ведание будущего Сейчас наш мир переживает большие перемены То есть все мы переходим в новую эпоху Наш народ и наша страна и наша земля И поэтому очень важно понимать Откуда мы идем и куда мы перейдем Нашу страну на Западе очень часто сравнивают с Авеном Который бежит вперед Провернув голову назад И наш народ, и наши единоверцы И вообще славянский мир очень часто действительно попадают именно в такую ситуацию То есть мы идеализируем прошлое Мы говорим, что у нас были великие предки У нас была великая страна Была великая культура Была, но это уже было Поэтому это нужно знать На основе этого нужно строить свой нынешний Свой нынешний мир Но при этом нужно видеть и будущее Куда мы будем идти Что мы будем строить Какой мир мы будем строить Для себя Для своих детей Для своей общины Для своей страны Что мы видим Какой мир видим И это, конечно же, очень важно. То есть, на основе, на любви к своему роду, к своей традиции, к своим корням и к своим предкам, мы с любовью и уважением относимся к себе настоящему и к природе, и к миру, в котором мы живем. И с радостью и любовью смотрим в будущее, на наших детей и на тот мир, который мы будем строить. И именно этому, этой теме посвящен семинар. Поэтому у нас есть практики, которые связаны с просмотром прошлой жизни, с просмотром наследственной памяти. И практики, которые позволяют в настоящем скорректировать те ошибки, которые были сделаны, допущены вами самими, или в прошлой жизни, или в наследственной памяти, чтобы эти ошибки не мешали вам строить будущее. Но многие действительно похожи на Овена, который, оглядываясь назад, не видит будущее. То есть, к чему мы придем? И это доставляет очень много проблем человеку и стране, которая не видит своего будущего. Впереди могут быть ямы, буераки, деревья. И мы постоянно попадаем в какие-то неприятные ситуации. Поэтому очень важно уметь выстраивать будущее. Видеть образы, которыми вы стремитесь и которые вы планируете реализовать. И семинар будет состоять также из двух дней. Первый день это теоретические будут знания. А второй день я планирую насытить практикой. То есть, практики будет много. Мы будем изучать простые методы очистки негатива. То есть, конкретно отливаться на воск. Будем делать на вскрутку. Будем учиться выписывать. Будут практики взаимодействия с матрицей души. То есть, будем учиться читать ту информацию, которая в ней записана. Будем учиться взаимодействовать с силовыми центрами. Чакрами включать третий, четвертый. То есть, азы. Также я хочу вам предложить уникальное тестирование. Которое разработано в Новосибирском Академгородке. На основе науки дерматоглифика. Которая изучает апеллярные узоры человека. И предоставляет ему информацию о наследственной памяти. То есть, то, что он получил по наследству от родителей. То есть, характеристики физические, психические. Уникальное тестирование. В Бауманском институте оно стоит около 5000. У нас оно будет стоимость тестирования входить будет в оплату семинара. Еще очень важные практические навыки. В современном обществе принято разделять религию, психологию, философию. В нашей культуре и традиции эти понятия всегда были единым целым. Как выстраивать реальность? Как выстраивать свой мир? Не зная основных конов и устоев Вселенной. А где их можно узнать? Кто владеет данной силой, данной информацией? Владеют наши боги. Наши боги-покровители. И необходимо учиться взаимодействовать с ними. И привлекать их силу в повседневной жизни. В помощь. Как выстроить ладные взаимоотношения между супругами? Кто обладает силой лада? Лада Богородица. Конечно же, обращаясь к ней, вы получаете лад и любовь в семью. Взаимоотношения между супругами, между родителями и детьми. Как научиться управлять миром тот, который уже у вас есть? Если вы предприниматель или у вас там свое хозяйство, свой дом. Конечно же, помогает сварок батюшка, управитель явного мира, супруг лады матушки. Если вы планируете возрождать свое родовое древо, возрождать свои корни, свой род. Как его можно возродить, не обратившись к роду, к роду небесному, к пращу роду? И не взаимодействуя с этой силой. Как воспитывать в себе любовь к природе и взаимодействовать с природными стихийными силами, не обращаясь к вересу? Такого не может быть. Поэтому, возрождая свой род и занимаясь духовными практиками, воспитывая свой дух, без обращения к перуну, это тоже очень сложно сделать. Поэтому наша жизнь, она так или иначе, всегда была связана с обращением к высшим силам, к богам-покровителям. И на семинаре мы эту практику с вами тоже рассмотрим. И я объясню, как в повседневной жизни, сотворив родовой алтарь, можно обращаться к предкам, принося им требы, принося им бескромные приношения, свечи, воскуривая благовония, научиться использовать их силу в своей повседневной жизни, в построении своего гармоничного. То есть, совершенствуясь внутренне, мы используем психологические практики. Взаимодействуя с внешним миром, мы используем умение взаимодействовать с высшими силами и с нашими богами. Современная религия и психология дают по отдельности. То есть, религия дает всего лишь две практики, голод и молитва. Но посты, это заведомо неисполнимые практики для обычных людей. Если тело не готово, если не готов дух воспринимать силу напрямую от вселенной, то тело может просто погибнуть. Используя психологические практики без взаимодействия с высшими силами, без взаимодействия с миром прави, они тоже приносят не слишком хороший результат. Даже если человек обретает какие-то способности, не имея совести, он не может определить, где правильно их применять, а где нет. А наша традиция как раз отличается тем, что она гармонично вызывает человеку и психологические практики, и взаимодействие с миром прави, и, соответственно, воспитывание в себе совести. Этой теме мы тоже уделим внимание на нашем семинаре. Семинары в Расторе-на-Дону будут проходить 10-11 числа по адресу переулок Соборный, дом 81. В Москве семинар будет проходить 17-18 декабря по адресу Сущевский вал, дом 43, строение 3, вход с улицы 1-я Емская. Вся информация, контактные телефоны, адреса будут даны в конце данного ролика. Поэтому, друзья мои, я с радостью приглашаю вас на семинар. Будем вместе с вами учиться восстанавливать прошлое, корректировать настоящее, чтобы вместе строить будущее. Я с радостью поделюсь с вами теми знаниями и практиками, которые я получил в процессе обучения, практиками, которыми я сам пользуюсь в своей жизни. Поэтому, для того, чтобы ваш навигатор выстроил вам маршрут, необходимо в него обязательно внести конечную точку и определить ваше местоположение. В жизни это очень важно. То есть, где вы находитесь и в какую сторону вам двигаться. Радостью вас жду на семинаре. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова